Как видите, машина работает и дыма нет совсем. Я уже проехал примерно где-то около 1000 километров. Всем привет! Если у вас увеличился расход масла, появился сизый дым из выхлопной трубы, то большая вероятность, что у вас или износились маслосъемные кольца, или же маслосъемные колпачки. Надо всегда действовать от простого к сложному, значит для начала лучше поменять маслосъемные колпачки. Для того, чтобы поменять маслосъемные колпачки, надо снять клапанную крышку, скинуть с шестерни ремень ГРМ. Желательно фильтр и патрубки тоже убрать, чтобы ничего не мешало. Так, крышку снял, теперь снимаем ремень ГРМ, и здесь крест-накрест откручиваем гайки равномерно. По мануалу написано сначала снять крышки 1 и 3, затем вот эти вот две перекрестные постепенно отсоединить. Но я буду ослаблять все потихоньку. Так, пошел. 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 Резко не надо, надо постепенно, потихонечку. Так, все ослабил. Теперь откручиваем гайки и снимаем постели в том же порядке, в котором они находятся вот здесь. И последний бугель снимаю. Все. Снимать буду вместе с шестерней и сальником. Так, вот они у меня все по порядку. Первый, второй, третий, четвертого нет и пятый. Вот так вот будет лежать. Чтобы не перепутать. Достаем распредвал. Теперь достаем все гидрокомпенсаторы по порядку. Тоже не путаем. Это первый. И в таком же порядке раскладываем на столе. Гидрокомпенсаторы кладем кверх ногами. Вот второй. По два с каждого цилиндра. Теперь желательно взять головку и простучать, чтобы сухарики не прикипевшие были. Вот так все по очереди. Затыкаем проемы тряпкой, чтобы туда ничего не упало. Теперь ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. То есть он должен подняться на самый верх. Можно засунуть что-нибудь в свечное отверстие и посмотреть, когда он поднимется. Или это будет соответствовать ноль на маховике. Потом можно немножко поршень приотпустить. Засунуть вот такой вот алюминиевый провод между поршнем и клапаном. Это чтобы клапан не опускался вовнутрь. Вот так ставим примерно напротив клапана и поднимаем поршень. В этом случае у нас первые и четвертые цилиндры поднимутся в самый верх. Вот с них и надо начинать менять колпачки. Для рассухаривания я взял обычный вазовский съемник для 16-клапанных двигателей. И вот такое приспособление. С одной стороны съемник маслосъемных колпачков. С другой стороны это запрессовка маслосъемных колпачков. Установил рассухариватель. Вот здесь подложил такое кольцо. Взял какой-то от пластиковой бутылки, по-моему, чтобы не корябать края. Снимаются сухари в общем-то просто. Отжимается тарелка. Так, вот один сухарь вытащил. Он виднеется. В принципе клапан будет держаться даже на одном сухаре, если он нормально стоит. Сжимаем пружину клапана и достаем пинцетом сухарики. Вот они. Если есть стержень с магнитом, это будет еще лучше. Достаем тарелку. Пружины. Вон виднеется сальник. Берем приспособление и снимаем, вернее вынимаем маслосъемный колпачок. Вот он он. Легко и просто вытащился. Сверху новый маслосъемный колпачок. Снизу старый. Видно по диаметру. Очень сильно отличаются. Новую буду ставить вот такие. Смазываем клапан маслом, чтобы колпачок хорошо зашел. И другой стороной съемника сажаем маслосъемный колпачок на свое место. Можно прям чуть-чуть постучать. Слышно металлический звук. Значит, маслосъемный колпачок сел на свое место. Колпачок на месте. Заодно можно проверить люфт направляющих. Люфта какого-то я не чувствую. Направляющие нормальные. Здесь все в порядке. Одеваем пружины. Теперь сжимаем пружину и ставим сухари на место. Тут нет никакой особой технологии. Все, в принципе, делается одинаковое. Так, сухари стоят на месте. Я все сделал одной отверсткой. В принципе, ничего сложного нет. Просто не всегда быстро получится. Надо просто попробовать, и все будет понятно. Второй клапан первого цилиндра я уже тоже сделал. Сначала делаем первый и четвертый цилиндры, так как поршни находятся наверху. То же самое делаем с четвертым цилиндром. Также я подложил провод алюминиевый. Сжимаем пружину и вытаскиваем сухари. Так, рассухарил другой цилиндр. Если в первом цилиндре стояло масло, то здесь масла нет. Скорее всего, оно по клапану стекло в цилиндр. Сейчас посмотрим, как себя чувствует маслосъемный колпачок. Туго идет. Вот он, маслосъемный колпачок. Давайте посмотрим, как он выглядит. Сейчас достану. Вот так выглядит маслосъемный колпачок. Видно, он выработался. Высох уже. Смазываем стержень клапана. И насаживаем маслосъемный колпачок. В общем, расход масла скорее всего, именно в этом месте. Я посмотрю еще другие цилиндры. Ну что, ставим все на место. Сжимаем пружину и засухариваем. Так, на первом и четвертом цилиндре поменял. Теперь меняю на втором и третьем. Вот видно, пружины вытащил. Масло стоит. Значит, здесь, скорее всего, масло не пропускало. К сожалению, показать, как я менял сухарики, очень сложно. Но все интуитивно понятно. Вот стержень клапана. И у него такие вот вырезы. Под эти вырезы и сделан сухарь. Два сухаря. Они встают в эти вырезы. Пружина разжимается. И получается, как будто сухарики контрятся. Так, клапочки поменял. Теперь смотрим внимательно, чтобы нигде ничего не осталось. И будем ставить распределительный вал. Распредвал установленный. Сейчас все то же самое, что и при замене ремня ГРМ. То есть метка ГРМ выставляется. Ноль на маховике. Бегунок поставить, чтобы он смотрел. на риску. Потом можно будет сделать уже выставить зажигание. Сделать опережение. И в этом положении одеваем ремень. Ну вот и все, друзья. Работа выполнена. Крышку поставил на старую прокладку. Так как потом еще буду открывать ее в любом случае. Сейчас заведу. Посмотрю, как будет дымить. Наверняка она сейчас будет дымить, пока не выгорит старое масло. А там посмотрим. Как видите, машина работает и дыма нет совсем. Я уже проехал примерно где-то около 1000 километров. Замерил уровень. Масло не расходуется ни грамм. Здесь я почистил. Тут было все в масле. Сейчас масло осталось только с наружной стороны выхлопной трубы. Пишите свои комментарии. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.